Ловкие, быстрые и умелые ребята из классов МЧС средней школы номер 19 один за другим проходят сложную дистанцию. Правильно соединить пожарные рукава или рабочую линию – задача, которая по силам не каждому взрослому. Необходим наработанный навык. Кроме того, учитывается время. За любое нарушение – штраф дополнительный 5 секунд. Эти соревнования, которые мы проводим в зале, это упрощенная, приспособленная для залов версия детского пожарного спорта по правилам КТИФ. КТИФ – это Всемирная организация пожарных. Беларусь является членом этой организации, но, к сожалению, эта разновидность детского пожарного спорта в Беларуси практически неизвестна. Мы ее пропагандируем на протяжении уже 9 лет. Мы очень рады, что в нашей школе проходят такие замечательные соревнования. Мы понимаем, что детям важны не только теоретические знания, но и практические умения. Поэтому я очень надеюсь, что сегодняшние соревнования помогут детям не только в выборе профессии, но помогут и в жизни. Проходить все этапы на скорость сложно и ответственно, а лучшие помощники участников, конечно, болельщики. Немаловажным атрибутом соревнований является и специальная экипировка. Инструктор помогает правильно надеть и зафиксировать все необходимые элементы, после чего каждый может себя почувствовать настоящим спасателем пожарным. Интересные препятствия, задания, ну и просто поучаствовать интересно. Если я учусь в классе МЧС, то мне дают возможность участвовать в соревнованиях, также хорошую физподготовку. Я участвую в других разных мероприятиях, очень интересные конкурсы, нам работники МЧС уделяют много времени, приходят к нам почти каждую субботу и вообще много всего интересного. Я участвую в этих соревнованиях не в первый раз, но это не сложно, я считаю, что это может попробовать каждый, потому что МЧС подготовка, она необходима вообще в жизни. И хотя по результатам соревнований определились лучшие в личном и командном зачете, главное, все ребята получили ценный и незаменимый в нелегком деле спасателя опыт. Теперь можно не сомневаться, что в непростой ситуации они не растеряются и смогут прийти на помощь. Продолжение следует...